И сегодня у нас на календаре 16 февраля, киевское время, 18 часов. Ну что ж, ночь не была томной, скажу так. Очередной массированный ракетный удар по нашей территории со стороны Российской Федерации. Удар комплексный, сейчас мы его с вами более подробно разберем. Ну, опять же скажу, не дождетесь. В этот раз, кстати, удар был не столько по энергосистеме Украины, сколько по объектам инфраструктуры. Пока не уточняется каким, но тем не менее. Свет есть, страна функционирует, так что не дождетесь. Итак, ночью, сегодня, в ночь с 15 на 16 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры. Противник выпустил по Украине 32 крылатых ракеты воздушного и морского базирования. Примерно 12 крылатых ракет было выпущено типа Х-101, Х-555 из двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. И 8 крылатых ракет «Калибр» с фрегата из акватории Черного моря. 12 крылатых ракет Х-22 с 6 дальних бомбардировщиков Ту-22М3 из района Курска. И 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 с двух самолетов тактической авиации Су-35 из района города Мелитополя. Силами и средствами воздушных сил Украины уничтожены 14 крылатых ракет типа Х-101, Х-555, «Калибр» и 2 управляемые авиационные ракеты. К сожалению, часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. Есть попадания на севере, западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях. Вопрос, да, тут сегодня говорится о том, что уничтожение крылатых ракет у нас до звуковых проблем не составляет. Мы полностью их уничтожаем. А ракеты типа Х-22, она является сверхзвуковой ракетой. Мы знаем об этом. Видите, Россия поменяла немножко тактику. Они поскребли по сусекам и достали со складов старенькие Х-22, заправили их. Они жидкостные, но они сверхзвуковые. Практически, я так понимаю, из 12 ракет Х-22 сбитых ни одной. На сегодняшний день надо констатировать факт, что у нас в настоящее время на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет. Я вам неоднократно говорил, что теоретически, те комплексы, которые у нас есть, типа НАСАМС, типа ИРИСТЕ, они могут уничтожать эти ракеты. Но только теоретически. Мы надеемся на получение комплексов Патриот и Мамбо, которые именно предназначены для борьбы с такими ракетами. Вот такая вот картина сложилась на утро. Поэтому, что касается повторов, возможный повтор 23-24 февраля, так прогнозируют наши военные. Почему? Потому что нужно время на подготовку. Но, во всяком случае, ракеты Х-22, их надо заправить. Они хранятся в незаправленном состоянии, а заправка это очень сложная процедура с высокотоксичными химическими веществами, аминно-ракетным топливом, многокомпонентным ракетным топливом. Их надо заправить. И заправка производится непосредственно перед их боевым применением. Хранить их заправленными можно только ограниченное время. Вот такая вот, что касается географии ракетных ударов, ну, к сожалению, видите, она бывает абсолютно разная. И как выбирает цели Российская Федерация, сказать очень трудно. Плюс они провели разведку с помощью зондов, заставили нас включить все наши системы ПВО. Видимо, были разработаны маршруты и ракет, которые максимально могли бы обойти нашу систему ПВО. Ну, а теперь об оперативной обстановке на всех оперативных направлениях и линии фронта. В течение суток противник нанес 18 авиационных ударов. Кроме того, зафиксировано 52 обстрела из реактивных систем залпового огня. Ну, у нас за сутки было еще три ракетных удара, я так понимаю, местного значения при фронтовой территории. Ну, и массированный ракетный удар сегодня ночью, там, с часа 40 до 3.40, в течение двух часов. Они наносили такие удары. Далее, есть... Российские оккупанты стреляли по гражданской инфраструктуре Донеччины, Херсонщины. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Высока вероятность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В районах Гриняковки, Бахмута, Авдеевки, Маринки и Углидара. Ну, вот это, в принципе, от Гриняковки до Углидара, это уже у нас расширилась география, как я вам говорил, огненной дуги. Это линия фронта, где российские войска непрерывно атакуют и пытаются продавить или прорвать нашу оборону. За минувшие сутки подразделения сил обороны отразили вражеские атаки в районах более 15 населенных пунктов. В частности, возле Белогоровки и Серебрянского лесничества, это Луганская область, Федоровки, Бахмута, Делиевки, Авдеевки, Водянова, Первомайского, Маринки, Углидара, Донецкой области. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Огневому воздействию подверглись районы населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Окупанты нанесли удары силами армейской авиации с территории России по Сумщине и Харьковской области. Редко, но стала применяться авиация. Мы отмечали уже с вами, что интенсивность работы артиллерии и количество и интенсивность огневых налетов на северо-востоке Украины возрастает в связи с тем, что они пытаются отвлечь как можно. У них не хватает, я так понимаю, видимо не хватает частей и подразделений, чтобы сделать вооруженную провокацию где-то в этих районах и подтянуть. Но за счет нанесения огневых ударов они не дают возможности нам перебрасывать резервы с этих направлений на Донецкое направление. А на Донецком направлении пытаются максимально давить на наши позиции. На Купинском и Лиманском направлениях враг ведет наступательные действия по линии Площанка-Деброва. Кроме того, наступление осуществляется с Кузьминой и Кременной. Была относительно слабенькая попытка атаковать Гринниковку. Все атаки противника на данный момент отбиты. Противник понес потери и откатился на исходные позиции. На Бахмутском направлении атаки по линии Федоровка-Веселая были отражены. Противник успеха не имел. На участке Залезничной Васюкивка ситуация очень тяжелая. Там идут ожесточенные бои. Противник продолжает атаковать наши позиции пока результат атак неизвестен. Бой продолжается в данный момент. Окупанты пытаются закрепиться на трассе на Бахмут-Славянск и подтягивают резервы для штурма Дубова-Васильевки. Мы видим постоянный подвоз резервов на эти направления. В Просковеевке ситуация критическая. Но врагу не удалось выбить силы обороны из этого населенного пункта. Мы продолжаем его удерживать. Все атаки российских оккупационных войск на этот населенный пункт на данный момент отбиты. Между Ивановским и Ступочками враг выдыхался в ходе атак, то есть нес огромнейшие потери. Атака захлебывалась. А местами волны атакующих спасались бегством с поля боя. То есть после понесения определенного количества потерь наши силы обороны обратили в бегство атакующие российские войска. Это еще раз напомню между Ивановским и Ступочками. Подходят резервы и похоже, что их направят восточнее, в сторону бывшего аэропорта. Это все ситуация в районе Бахмута. В городе Бахмут продолжаются бои в восточной части города. То есть город, наши войска не вышли из Бахмута. Была распространена такая информация. Нет, никто не выходил. Мы перегруппировались в самом Бахмуте и там в городе продолжаются бои. Даже, видите, бои идут еще и в восточной части города. На Авдеевском и Шахтерском направлениях продолжаются штурмовые действия врага в районе Красногоровки. Это та Красногоровка, которая возле Авдеевки, Новобахмутовки и Невельского. В северной части Маренки возможно продвижение врага. А в остальном город продолжает сражаться, город продолжает обороняться. И Маренка наполовину находится под контролем сил обороны Украины. На Запорожском направлении огневое поражение потерпели районы более 20 населенных пунктов. Да, в остальном ситуация без изменений. На Херсонском тоже самое. Обстрелы, ситуация без изменений. Обстрелы, которым подверглись более 10 населенных пунктов, причем Херсонской области. И также был подвергнут обстрелам город Очаков Николаевской области. Ну и как вывод из общей обстановки, которая сложилась на этой огненной дуге от практически Сватова до Углидара, можно сделать следующий. На сегодняшний день южный фланг Бахмута вызывает уверенность у нас. А вот северная окраина Бахмута, там ситуация близкая к критической. И противник периодически имеет успех и продвигается севернее Бахмута, пытаясь окружить город. На юге мы его оккупировали и там ситуация более-менее контролируемая. Оккупанты укрепляют захваченные позиции и наращивают оборону по трассе Бахмут-Лесичанск, которую они захватили в течение этой недели. В Марьинке не исключается продвижение врага, ну я уже это сказал, в северной части города. В общем ситуация на большинстве участков тяжелая, но контролируемая со стороны сил обороны Украины. Далее, в Чаплинке Херсонской области 14 февраля российские оккупационные войска совершили обстрел города с целью обвинить и дискредитировать вооруженные силы Украины. То есть информационно-психологические операции с нанесением огневых ударов по оккупированной территории со стороны российского командования продолжаются и это для них норма дня. По словам свидетелей, ракеты летели с южного направления, со стороны временно оккупированной территории автономной республики Крым, а не с северной или западной, где находятся вооруженные силы Украины. Но для Чаплинки, то западные, должны были по идее с северо-запада прилететь ракеты. Они прилетели с юга. В Симферополе, в автономной республике Крым, местным центром крови начат массовый сбор крови у гражданских лиц и доставка крови из других станций переливания крови в автономной республике Крым. Также активно проводится пропаганда в учреждениях всех форм собственности по привлечению к забору крови как можно большего количества людей из-за больших потерь и ранения российских оккупантов по всем направлениям боевых действий. Открываются дополнительные станции переливания крови в Ростовской, Белгородской и Воронежской областях. Но если такой массовый сбор крови, то говорит о том, что количество раненых просто зашкаливает. Поэтому и для того, чтобы их как-то поддерживать, начался вот такой массовый сбор крови в приграничных областях Российской Федерации и в оккупированном украинском Крыме. Украинская авиация в течение суток нанесла 11 авиационных ударов по районам сосредоточения личного состава военной техники оккупантов, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также уничтожен российский вертолет К-52. Что ни день, то сбитый летательный аппарат. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления противника, шесть районов сосредоточения живой силы и два состава с боеприпасами. Вот такой урожай собрали наши воздушные силы и ракетные войска и артиллерия. По состоянию на сегодняшнее утро в Чёрном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей. Из них два являются носителями крылатых ракет «Калибр». Общий залп этих кораблей может составить до 16 ракет. Вот такая военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. «Калибр»